Всем кусть, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Скал за Херослэвер. В прошлый раз мы с вами играли за такой прототип темного паладина, за череп короля-гвардейца, или как он там назывался, в общем-то, который с самого начала игры у нас присутствовал. Странный, конечно, череп, в общем-то, но также мы посмотрели еще на испорченную руку бога, особый предмет, модулы, который надо сначала собрать ему шедевр, он при этом магический, потом найти благодать Леонии. И многие обратили внимание, что может быть тот предмет надо еще раз ему шедевр после этого раскрытия собрать. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, но давайте это все-таки проверим. Вот, например, ребят, свитки силы жестокости, они содержат шедевр. Допустим, я их себе 4 штучки, ну, возможно, 5 на всякий случай, не знаю зачем, скинуть. Вон у нас есть испорченный палец, есть восстановленный палец, есть испорченный рука бога, и смотрите, здесь дальше предмета не идет. Судя по всему, я так понимаю, что все-таки это была последняя собранная версия предмета. Ой. Никакого эффекта в этом плане не должно последовать. Дай подобрать предметы. А как предмет? В смысле? Так, фейл небольшой, там слишком сильно мешаются механизмы эти. Так, еще разок, скидываем здесь предметы, берем себе вот это вот. Оно не подбирается. Да ну вас нафиг, вы что, серьезно, что ли? Я так понял, короче, смотри, здесь испорченную руку бога можно подобрать, а вот... А теперь это не подбежит. Нет, подбирается, вот нормально все. Берем себе их, у нас пробуждается шедевр, но испорченная рука бога, она остается, собственно, такой же. Шедевр никак ее дальше не раскрывает. Но это было бы странно, потому что это пришлось бы тебе шедевр не собирать там в моменте, а приносить его сразу собранным. А это значит, что у тебя 4 шедевра помимо руки бога. Один ты меняешь на благодать Леони, а три других тебе в последний магазин надо сменить, где цены огромные. Надо 1020, наверное, принести золото, чтобы немножечко порролить, немножко что-то поискать. И далеко не факт, что ты еще что-то найдешь такое, в общем-то. Так что да, этот предмет дальше не раскрывается, и он остается таким весьма спорным, потому что очень сильно повышает урон по тебе. Сегодня, ребят, у нас будет Якша. Якша с чем будет, вопрос. Я бы хотел, наверное, я бы хотел с кулаком, на самом деле, может быть. Вот этот кулак Якши, и плюс неподвижная Якша еще. Меня вполне устраивает два эти навыка, в общем-то, поначалу, по крайней мере. И также я хочу взять себе предмет Солнца и Луны. Вот этот. Потому что я хочу посмотреть, мне напомнили, ребят, про такую тему, что вот у копья, который у нас модовый, мы также до сих пор не смотрели еще вариант его с синергией со знамением. Поэтому, ребят, попытаемся его сегодня найти себе. Лайкосик, ребят, подведайся к авансикам, безумно приветствуюсь, ребят. Мне будет очень-очень приятно. Спасибо всем за позитив, за актив, кто его проявляет. За подписочку тоже буду, ребят, безумно признателен, если кто до сих пор не подписан, а смотрит регулярно видосики, в общем-то. Якша изначально у меня вроде бы не было в планах, но не раз у меня спрашивали, будет ли это череп. А может быть и был в планах, но я про него забыл. Если честно, я сейчас уже так не до конца уверен, даже стал. Такой череп, на самом деле, не могу сказать, что какой-то очень сильный, хотя мы все знаем, что он умеет скипать Лиян, и это его главное преимущество, да? Можно вспомнить. Можно пытаться это еще раз делать, но я сильно смеюсь, что это получится, что это был, конечно, уникальный случай, абсолютно. Так, тут нам дают всего лишь череп мага, не очень, конечно, но хотя бы немножечко костей, и этот NPC нам больше не встретится. Будет на то встречаться какие-то другие, значит. Минус один NPC у нас уже в забеге, скажем так, есть. А у Якши есть один из навыков, который имеет совершенно большое количество ударов. Он сильный, но он такой долгий, капец. У меня была мысль, может быть, сегодня попытаться поиграть с четырьмя навыками со всеми, типа поменять их где-нибудь там в процессе. Но стартовать я решил вот с этим ударом по земле и с кулаком Якши, в общем-то. А дальше будет видно. Также у меня еще, на удивление мое, очень много раз спрашивали, будет ли череп пираты. У меня изначально планов таких не было, на самом деле, за него, но я задумываюсь, может, все-таки сделать за него серийку, потому что смотрю, так многим, типа, реально хочется посмотреть. Хочется вот именно вот в этом вот возвращении в скала с императором, со скалом, соответственно, да? В этом апдейте, в этой версии посмотреть на череп пирата. В принципе-то и можно, на самом деле, может, не знаю. Так, что-то здесь нас интересует? Нет. Редкая, обычная, обычная. Наверное, просто разберем знамение, я не думаю, что мне оно нужно, а уж точно. В общем-то, что касаемо черепа Якши, что он из себя представляет? Это легендарка у нас, легендарка на физу. Якши, ужаснейший демон, запечатанный буддийскими четками. Используя навыку, получаете заряд энергии Тау. Накопив максимальное количество зарядов Тау, нажмите вниз плюс ИС, чтобы открыть царство нечестивцев, которое существует 15 секунд и оглушает попавших в него противников. Вроде бы оно не оглушает, а вроде замедляет, если не ошибаюсь. Очутившись в царстве нечестивцев, этот череп превращается в Ракшасу. Или, может быть, оглушает при появлении, не знаю. Подавление. При смене черепа Ракшаса наступает на врагов и на физический урон. Кулак Якши силой выбрасывает кулак Якши вперед. Неподвижный Якши вонзает в аджру в землю, нося врагам поблизости физический урон. Кулдаун у первого навыка побольше, у второго, ну, такой, достаточно лояльный. Но основная его тема, конечно же, что он ни хрена себе... А, точно! У него же размеры этой стойки ему повысили когда-то, а я и забыл, что он теперь на полэкрана. Я помню, что он когда-то был маленьким весьма. Блин, точняк! И там в этой области было, ну, так, типа, не очень удобно находиться когда-то давно. Сейчас-то стало гораздо лучше. Теперь у него на кусок такой арены на боссе будет вообще комфортно. Создает такую зону, в которой он усиливает свои навыки, причем кулдаун навыков у него отдельный. Какой старт любопытный. Кстати, раз сокровище, два сокровища. Ниндзя! Слизь, кстати. Забег на слизь собирай хоть. Так, два сокровища у нас есть. Их можно оба, в принципе, купить. Можно здесь поискать что-нибудь еще себе. Крылья сельфиды. Их бафнули, если не ошибаюсь. Дальность... А, им дали... Им дали теперь погоню. Вроде у них здесь было что-то другое изначально. Теперь у них здесь нарывок сед идет. Но крылья сельфиды, мягко говоря, это вообще не то, что я ищу. Давайте другой. Щит жадности есть. Можно взять его, конечно. Чтобы купить только один здесь предмет. Потому что я счастливый монетку точно покупаю. Мы можем... А, мы не можем сейчас второй купить. Нам хватает на сет. На предмет не хватит. Давайте тащить жадности берем себе. Собираем все сокровища по фуллу. Начало, в принципе, сильное, хорошее. Обязательно покормить котейку надо, само собой, еще тоже. То, что Ниндзи нам так рано попался. Это пачка костей. Это очень тоже достойно так. В общем-то, посмотрим, что будет с Якшей. Якшей такой череп, который тоже имел некоторые значительные изменения. Когда-то его давно этот череп имел совсем другую механику. У него не было такой механики условной стойки. Такого режима, такого заряда. У него особенность была в том, что он при своих ударах он как-то топал, что ли. И каждый четвертый. Да хватит, блин, у меня рывок на колдауне. Каждый раз как-то сейчас было. Давайте вот так сделаем. На, 1217. Типа сильно. Я сейчас умру. Эть, не успел. Капец. Якшей поиграл, да. Давайте, может быть, на Ниндзю немножечко. Так, аккуратненько, аккуратненько. Не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких сливаний и пересборки в самом начале. Пожалуйста. Все. Все в порядке. На первых элитниках, блин. Просто сначала несколько ударов отпадил, пока атаковал. Потом я нажимаю рывок. Попадаю под атаку потом. Потом следующий рывок. Хочу нажать, он на колдауне. Там попадаю под следующий. Еще раз что-то такое. И по цепочке три раза. Три раза так получилось, около того. неприятно вышло светлазка мне не очень интересно но с другой стороны тут и другой дробь конечно прям не самый вкус давайте лучше 5 хп возьмем сейчас от глазки все вот так вот пускай 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 пока что будет в принципе можно сразу повышать себе здоровье потому что начало конечно да все хп не в первой комнате так на первых приключенцев да зато хорошо конечно в общем-то у якши было когда давно механика того что он типа топал как-то и каждый четвертый раз что лили 3 он топал усиленно и на этом была вся его особенность он типа с обычных атак топал из навыков возможно тоже не по нам что такое было так выносим ведь сейчас у него в каком-то из апдейтов собственно когда игру значительно меняли многие череп чипа перебалансируем перебалансировали игру актуализируя постепенно под зеркала там сидела готовили точнее к ней якши сделали вот такую вот стойку сначала эта стойка была очень маленькая область имела и он все еще вроде стал лучше но мне казалось вам все равно весьма спорным сейчас как он себя чувствует я чисто не помню до конца на стойка стала гораздо больше зону иметь я помню что он получал какие-то бафы еще в принципе есть не ошибаюсь конечно на дамаг на на так далее сейчас он должен быть более-менее нормальным опять же теоретически пока в целом естественно он чувствует себя хорошо потому что это первый этаж и любая лего здесь будет естественно разрывать просто потому что у него соответствующие скил там два навыка навыки уже сильных форм своих собственно как сказать сильный форм как будто у лиги из другие формы но это не особо показатель в общем то сейчас пока этот удар можно так завидеть и жахнуть сильно именно с него как раз таки он у меня и шотнул ли я ну причем там многие по-разному предполагали как это именно так получилось мне ни одна из этих версий не особо мне не показалось особенно убедительной потому что я тогда нанес помню там 3000 с чем-то урона а ульян было изначально больше половины оставалось устроили она у нее должно было быть больше десяти тысяч хп или там около того а я нанес 3 800 то есть явно там не было такого что она не успела захиляться и что такое еще здесь мой удар даже зачитался просто я бы не нанес ей столько урон сколько там было хп а она скисла при этом учишь на костей пойдет принципе странно очень как-то вышло то есть мне там и хп на первой фазе оставалось вроде как больше чем нужно было и все такое там были какие-то предположения что может быть это она когда превращается она сначала превращается во врага с маленьким количеством хп а потом отхиливает себе это но у меня не было ситуации скипа ли ян когда я просто других чипа с других чипа какие-то бил постепенно носил даже больше урона поэтому очень странно ситуация была но сейчас не об этом что у нас тут зыбкую сенсу я не хочу брать давайте здесь паре роли может быть хотя даже не на что искать в краток копье искать вот так я хотел бы сказать что его бы найти было бы неплохо можно поздать на потом так давать чудо-средство берем себе чем дело ребят мне напомнили в комментах что я не раскрывал еще крылатое копье вместе с осколком знамения тьмы может они делал солнце и луна что я хотел двойной крылатое копье посмотреть а вот про это я честно забыл даже это знамение я редко встречаю в принципе но давайте ребят пробуем она раскрылась она работает и это у нас знамение последний рассвет небо трескается тьма заполняет мир изнутри увеличит физико-магическую атаку на 110 процентов скорость атаки на 65 процент скорость при взятки навыков на 65 процентов скорость ряд смены черепа на 65 процентов дает цвет поединка по-прежнему как копье было сушить нехило так весьма ну и понятно знамение тоже остается весьма жирно на самом деле звучит я бы сказал что пожирнее чем предмет который с мечом хотя с мечом там он давал тебе он давал защиту от ваншот или нет я вот не помню от смерти точнее защиту точно давал двойное знамение показать что те тоже давали типа солнце луна с луной знамением и с мечом тут прямо скоро стаки заливаясь просто детки навыков и swap тоже нехило так на самом деле давайте роним тут это нас не все это на череп сил у нас если что соответственно скорость таки не знаю насколько мне сильно будет нужно конечно до перезарядка навыков нам точно пригодится слов под большим большим вопросом конечно потому что слов в целом меня не так сильно интересует сейчас вроде бы навыки соответственно будем свои много использовать у нас от них заряжается стойка может быть стоит взять тогда безмолвные крики себя так а вот смотрите-ка когда мы входим стойку то есть мы оглушаем врагов но потом мне казалось что они еще в принципе в нашей зоне они замедлены а может я ошибаюсь блин у него есть эффект был конечно быть охрененно эффекта ракшаса повелитель демонов явившийся из другого измерения вы получаете на 30 меньше урона в этой форме то есть у нас итог в урон 084 потому что x полтора от последнего рассвета от знамение дальше x 0,8 от того что череп силы и x 0,7 от того что у нас мы в этой стойке все повышение и понижение урона они множатся и поэтому итогом у нас вот такой вот уходит весьма позитивный для нас используйте нам чтобы топнуть ногой замедлить противников поблизости а он топая замедляет врагов еще при использовании навыка любого да даоская магия кулак ракшаса силы выбрасывает кулак вперед при удержании кнопки накапливает силы когда нас достигает максимума навык усиливается даоская магия неподвижная ракшаса вонзает варшру в землю и создает шоковую волну на себя врагам поблизости физический урон эта волна резонирует и притягивает ближайших врагов противников ближайших противников на себя физический урон еще хорошо ауч ауч конечно он в своей стойке реально здоровый он реально огромным становится и это кстати может быть проблемой на второй фазе ли я потому что я не смогу выйти из своей стойки она будет на весь экран у меня там фигачить рада что ее с одной стороны при где-нибудь запихать попытаться аккуратненько да чтоб не везде она нас доставала просто когда ли она будет юзать этот самый свой атаку с электрическими такими столбами рывок с электрическими столбами по вертикали вот они могут по мне легко очень попасть я могу от них не заныкаться никуда так сейчас я бы на самом деле знаете что я божили с крестом взял себе просто потому что мне нужно хоть какой-то исцеление 69 хп мы восстановили себе хорошо а то мне мы сейчас пойдем кенту у нас здоровья нихрена не будет я еще процессе потеряю каппу физик визы магической таки у меня двести восемь процентов без своей стойки мы получаем очень много стойкошь поменьше но все еще без предмета знамения мы бы вообще были бы очень 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 такими знаете резистными очень жирным был бы череп но у нас этого сейчас такой прерогатива скорее всего потому что мы себе сохранить предмет я думаю так можно принц варежку себе взять что потом его просто разбирать череп на забег на золото я у меня я говорил об этом не раз мне предлагали просто прикол потому что если забег на золото делать брать себе знамение которое заливает себе стата от наличия золотом типа один физик магическую за каждое 100 монеток это например 10 тысяч зол дадут те стопорно физик магического урона в принц можно брать и 300 и 30000 этих самых как его нет 10000 дадут себе тысячу еще нифига не тысячу какую тыщу я думаю типа типа как слишком жирно нет он каждые 100 монет дает один процент кизы за 10 тысяч до 100 процентов принц можно брать 35-50 тысяч золота но это в обычных забегах у тебя собирается за весь забег если золото вообще не тратить чтобы упороться помин максить в пофанам пофаново в сторону золото это надо себе со старта выдавать сразу же каменную маску золотую курильницу и желательно еще предмет греха на золото он в принципе менее необходим то что он повышает золото 50 процентов но только через убийство врагов вам на 5 секунд или что такое на самом не настолько сильно вообще-то в этом плане но в любом случае типа это очень много такой жирной конкретики если со старта себе все это выдавать а надеяться на эти предметы найти их так забеге будет шансов не очень много тем более что надо чем чем быстрее найдешь тем лучше как бы ну слишком жирно со старта вообще-то будет уже перебором а без этого забег на золото он как бы ничего из него особо не получится не знаю буду ли я делать забег на золото такой у меня была мысль сделать двойное копье на этот сам на воришке как раз таки потому что он и физико магический урон имеет и копье теоретически может быть типа в принципе тут на самом деле и копье со знамением и двойное копье они должны быть физико-магические оба предмета быть со знамением она дать так есть с обычным не знаю на теоретически должно быть аналогично у меня была мысль такая за воришками таком забеге против собрать добей добил красавчик якши конечно блин очень эффектно выглядит он прям блин как тупо из мир содрогается словно так что у нас здесь значит поиск крепости колесо атаки уник уник учебник стратегу использовал после с последующей базовой атакой на 5 секунд выречь физичку так нас 20 процентов без врага сокращает время перерядки эффекта на три секунды типа такое средненькая весьма при этом фундесенции здесь нихрена нет это мне тоже не ошибка прям надо было бы прикольно сделать забег узнать чисто упороться на эффекты свапов на вот сильно средств им куда она но я не представляю обычно такой забег упорывается то что там будешь так иначе из навыки ну давайте учебник стратега возьмем как уник который потом мы разберем за большее количество золота просто из таких соображений чисто нагало стопает здесь при свапе урон по врагам от навыков повышается приноси не урона навыками оставляет метку так это нам не надо в принципе навыками я бью редко можно удар души взять то есть это не в нем немного немного ударные с другой стороны когда я топу вот этой штукой кулаком я сначала топаю а потом бью и панта топ от песни наносит урон тоже навыкам то она будет прерывать баф удара души но нам на стоит его все равно взять это должно быть прикольно и безмолвные крики еще возьмем себе соответственно что в резко удавны с этим отправились потихонечку в общем-то дальше так можно себе сразу хп повысить еще немножко ну так вот два раза осталось на на потом что там больше похиляться после переключения например ближе к лианам там и так далее так будет в принципе это имеет вполне себе смысл аккуратненько аккуратненько неважно как как-то я не отхватил каким-то чудом так давайте топнем здесь на и не попал да а нет смотрите-ка когда он топчет при использовании навыка когда он замедляет врагов на 900 чего там было причем без крита даже он не бьет то есть у меня все-таки навык делает один удар значит удар души будет отлично работать с ним по крайней мере с этим вот с ударом кулаком ваджер в принципе если бьет тоже один раз на это внимание то есть не будет тоже замечательно в идеале правда делать между небольшую паузу между использованием двух навыков в таком случае чтобы на обоих был удар души бафом что он очень ощутимо повышает урон говнюки мелкие так ну это мы с собой допустим вот волка возьмем да а уф сволочем прыжком попрыгать можно так сюда вот за не не падай вниз то чтобы здесь мы не вернемся а тут золото находится у нас 2277 золото в принципе на самом деле не походит такое скопление золото вообще-то 800 монет а можно было не получить их совершенно спокойно якша целом это череп который наверно более самостоятельный скорее потому что у него стойка он не так что свапается юзит навыки свапается туда-сюда он хочет использовать первую очередь навыки но без свапов получается так скотика кормим уменьшить размер якши гидра нет череп баланса тут все не очень мне интересно на самом деле можно взять себе бутылку просто вот эту золотой меч а по похититель душ мы это берем себе точно золотой меч сокровище как временное подержать собой сам предмет не бесполезный можно взять к штату колосса не особо хочется давайте золотой меч возьмем ладно на это нам денег не хватает но если мы продадим что-нибудь типа жилья с крестом либо же идут и клон нам хватит нужно ли мне это вопрос да пригодится я думаю давайте вместо жилья с крестом нас кого силки предостаточно а там фамильное сокровище дается так я думаю что будет получше также очень хорошо можно использовать сначала если у меня даже столько там зарядилась его почти зарядилась может сначала использовать навыки свои без стойки потом войти в стойку и сразу юст еще на то что у них куда он и свои раздельные можно принципе выходить из зоны конечно были как услышите ваще я я кайфую я доволен уже сейчас что я решил сделать за него забег как это внушительно выглядит просто как он долбит этим кухом даже там числа были бы маленькие все равно это выглядит очень так очень внушительно действительно прям да но именно это налеги на нас на стойке ракшаса конечно так у него просто какой-то кулачком так чуть-чуть погладил как будто бы а тут прям лупит от души 13 кость нам не надо думал даст конечно 210 про 220 процентов физик магическому ровну к в баню кого порежет за два раза сокровище у наследованные должны бронеметр ну мы продаем просто принято что он дороже всего идем потихонечку дальше и фига как вот пролетел так топаем держи но блин это каждый раз такое удовольствие просто неимоверное доставляет на самом деле игры просто лишь пирсову большую цель заряжаешь такую просто уничтожаешь слушайте ну надо сказать на самом деле что он достаточно легко свои навыки используйте в принципе вливает неплохой урон он напоминает знаете что немножко он напоминает темного паладина по своему геймплею только темный паладин стойку включает и коробка принца с поединком с магическим оружием мне не особо нужно наверное может взять вместо кулона в принципе то что меня фамилия сокровище уже появилась вот отсюда либо можно вместо вот наоборот этой штучки взять себе в общем-то пускай будет так мы тоже собственно от навыков именно заряжаем себе стойку хотим навыками бить часто если мы будем бить ими часто реально то я свою стойку легко буду активировать про другое дело что у темного паладина например у него стойка поддерживается следующий активируется пока действует текущая то есть не сразу шкала во время стойки тоже заряжается и он может себе щиты обновлять но у него у стойки и собственно другие ограничения там щит все дела поэтому пока мы находимся в зоне действия у нас пока эта зона действия есть в принципе у нас только не набирается шкала не не заполняется никак но в принципе когда мы из нее выходим ее можно заполнить очень даже быстро так что выглядит пока пока неплохо так давай сначала на волка со свапа зайдем в бой так что нас интересует лего лучницы по-любому дам лего лучницы мастхэд но это однозначно давай но вот так главное что пассасин под под руку не папа не подпрыгнул почему это дохреневание просто настолько приятно просто блин да я не знаю очень гайфа воздушите добили так лего лучницы есть соло экстрактор работает от души есть деревянный охотничий лук на криты да еще криты разогнать себе кстати у нас эти два сета поддерживается между прочим могучий удар от стрелы избранная охотница не везение от чего не везение вот отсюда да у нас можно принципе скинуть один золотой предмет например допустим щит жадности мне он не особо интересно он дает там типа крепость давал она которая была не собрана правда сокровища остается собранным соответственно теперь есть лук в том числе есть шанс крита 55 проц а ну да стоп не же криты теперь вообще мега топ у меня же стрела избранные охотники 20 охотницы 20 шанс крита заливает из-за них еще физико-магический урон могучий удар фамильное сокровище что принц тоже приятно здесь мы криты разгоняем крит урон у нас в итоге 205 а потому что могучий удар собран тоже собственно это прям достойно надо сказать так давайте на мертве мы просто можно взять его принц было бы собой чтоб юз хоть как-то да потому что у меня магическое атака вроде бы не собрано да но у меня и не намного меньше чем физическое вообще-то можно было взять ну ладно уже хрен с ним поздно метаться так давайте себе по прокачаем вот так оставим деньги остальные как его кости на остальное на потом еще немножко чтоб если что после льян захиляться получше так у нас здесь комната с небольшим испытанием да давайте сходим сейчас на можно градус парень здесь у нас лучник он принципе вот так вниз спускаться практически торпит слишком сильно не стоит каждый из не хочешь огрести так теперь поднимаемся этом запрыгнул сразу же а здесь время останавливалась окей ауч можно легко без урона принц пройти но я не хочу аккуратничать как-то падлу просто отлично просто немножечко костей получаем хотя сама по себе кого-то получается в плане врагов пустая весьма ну да ладно так тут у нас байкер здесь золото за предметами на час пока не пойти хотя мне есть что поменять но я бы подождал у меня уже есть считаете три предмета реально прям жирных которые скорее всего со мной весь забег останутся надо набрать себе физы просто сейчас первую очередь так попрыгали волк с такой скорость таки что же хорошо лупит якши принципе тоже можно биться автоатаки пока у меня там передерживаются навыки у него автоатака нормальная она никак не вапается там особо нет ничего такого но когда у тебя так разогна ты из нее будешь неплохо лупить вот типа как минимум на кого-то хуже точно на боссах уже по ситуации надо смотреть но по-моему ли я нам будет сейчас не жить явно так оглушили читайте мы входим стойку вырубаем всех врагов оглушаем сразу же потом замедляем вот так у него реально есть сейчас возможности он себя обеспечивает сам возможность атаковать нормально навыками своими это прям приятно причем кстати говоря с навыков и мы должны взять на попадать 4 навыка мы уже заряжаем фул стойку свою навыки заряжает разное количество на 1 зависит от кулдауна чем тяжелее навык тем больше заряжает он энергии так 10 костей за 1200 дороговато конечно дороговат нибудь брать сверх мощный корлеонский шлем мне не очень интересен но это все тоже не мимо два еще роз делаем золотой кнут кистры тарская решимость месть крепость не хочу не выиграли тоже нет нас физический урон с чем партником по близко 13 секунд так себе можно принципе все было бы взять все взять все отмести на самом деле тем более что кнут еще и золото дает он сам по себе полезен давайте возьмем тоже все отмести я буду частично отхиливать то здоровье которое мы теряем пока заряжаю свои атаки это еще больше обеспечить себя возможности наносить нанесение нанесение урона это пригодится я думаю так ну идем потихонечку дальше мне в найти какую-то интенсенсию еще прикольную орка наверняка жахать со своей штуковиной этой мощной так оглушаем у этого правда доспехи зараза 4000 урона и все в доспехе улетает падла обидно а теперь вот 8500 при том что это пятьсот тридцать шесть портной физы было и специально зашел сюда потому что мало ли у меня вне стойки а нет вроде бы мне не меняется нужно было что он сначала изменилось нам и зачет из другого другого эффекта судя по всему но короче говоря физы прям были то что много но числа урона уже достойные правда надо понять что это тяжеловесные навыки это не так что ты поржал какую-то какую-то штучку легкую сделал обычную атаку на том что не знаю дьяволе который не спамят в огромных количествах или там на хозяине например и там какой же урон вылетает тут сильная такая атака но тем менее на таком этапе 8000 даже скрита все равно очень даже приятно хотя и это опять же это навык не не тот самый и метеорит какой-нибудь до который ты кастуешь очень долго это принц там еще и замедление у нас том числе идет на прослушайте какая область он реально комнат очистить будь здоров и свою стойку мне легко зарядить можно причем кстати я могу а просто в зоне у меня принципе шкалы нет но пока шкала действует я могу ее зарядить вот так и сразу следующую used я могу и легко перед боссом заряжать том числе то что не надо по врагам попадать собственно вообще замечательно на курильницу мы не берем потому что она ничего не дает нас нет концентра сейчас надо к пашку но я думаю что нам это не надо свопаем снова к и идем прям прям как как же это приятно так жахать черт возьми просто нереально ну ли яны давненько мы с вами не виделись до за ракшасу хороший череп приятная переработка у него вот когда ему зону том числе влечит уж раньше не зона была прям маленькая прям значительно меньше наиблист не покрывал таки так так такой раз на такой кусок крана так давайте якша они не сама не вовремя пофиг давайте я ударю как же да приятно все же на аккуратненько аккуратненько так свапаемся на волка не знаю зачем если честно так где она там а мой навык а у якши же отдельно свой кулдаун да не попал тайм если даже попал там непонятно если она бы сдохла было бы непонятно почему она померла собственно как он много времени дает сред для атаки по своей надо сказать красиво волком ушел вот этот рывок нормально не то что там у тебя у тебя у темного паладина какого-то вот реворку недоработанного которого такой рывок вперед со свапа не давал себе неуязвимости это вот волка есть все нормально на а не попал да не успел походу немножко 3000 еще жахнуть сеть большой слишком ну же на даже если он прямом смысле не скипает ли я ну то он скипает и в переносном том плане что не ощущает будет не хотят не такой скип если бы 10 тысяч были бы в начале битвы второй фазы то это было больше планы хп снял то что на второй фазе типа 19000 хп на десятом зеркале около того на есть не ошибаюсь или 18000 что такое на первой фазе по 10 тысяч у каждой вроде около около того но короче от души грифон есть в принципе будет весело с ним хотя бы какая-то квантэссенция давайте возьмем грифона мне он более-менее нравится на самом деле он такой на ком нормально больше не очень то что много дамага дает но стяге торгов красиво выглядит что от него еще надо окр повышает урон попротив на 40 если он несет урон так не хочу эту штуку создает бомбу замедленного так нет никаких помп замедленного действия особенно если мы бы взяли лезвие раскола какой-нибудь до который будет прокать по мне с бомбой от эффект свой жену это в баню хотя мне тоже не надо сейчас что мне интересует у меня редкие атаки сильные до что может нам еще такое подойти интересно вот эта штучка входящий урон снижает на 7 портал физико-магичный так повышает на 20 при получении урона эффект усиливает на 5 раз на 3 секунды повышает тебе защиту считаете еще физико-магичный урон вроде регулярно работал бы но даже не знаю при нанесении крита это надо много критов делать врожденная сила точно нет благочестие вроде тоже мимо лезвие раскола признак слабости нет прежде раскола можно но не очень хочется мне бы просто банально урон навыков на самом деле было полезно разогнать как-нибудь а можно вот это кстати тоническое давление физико-магичный так и повышается каждую секунду прирост атаки сбрасывать через 2 секунды после 7 урона врагу пусть я нашу рома урагу урон краски под фулл бафом этим да мне кажется тоническое давление точно можно взять давайте сразу же возьмем его так золочим себя слот под него падет под зарезервируем скажем так хотят есть что прокачивать еще причем это за тройку это за двойкой за тройка надо что-то тебе дешевое брать будем надеяться в идеале хотя можете это вырыть конечно на прокляту обилку который повышает урон навыков именно но понижает урон авто атак вот это можно было бы либо не знаю либо что-то просто статова и так и здесь наверное давайте пока что эти алтарь начнем качать мне перезарядка навыков очень пригодится я хочу прям прям побольше ими с память вот эта комната хорошо без проблем абсолютно что он не будет награда наградой будет ваза павших увеличить физико-магичную таку за убитого врага но при получении руна эффект теряется да а так на практике 1 секунды после получения дара восстанавливать половину потерянных процентов придет 3 секунды можно это взять как временный предмет конечно типа например вместо вот этого потому что у нас фамилия сокращено остается раз сломает нет сломал хороших прошел без урона красиво так почапали потихонечку дальше нас цитаническое давление вот сейчас настакалась на 44 секунды стакается считаете да потом начинают бить мы под этим бафом находимся небольшое время правда опять же идеально реализовать себе под подряд используя навыки и раскрыть себе именно и удар души и титаническое давление получится что этого 2 секунды действует 2 секунды откат как вода тут в этом плане не ночью друг другу мешают но первым навыкам надо стараться тогда в итоге короче говоря использовать я думаю вот эту штуку и тогда должно быть от души прямо но какой же блин череп гигача да как же он жахает и слушайте ребят мы нашли ли как у нильяну а как ее жрицу храма может поменять свои навыки хотя бы на такую жахалку прям я бы с ней пиздовик побегал с радостью берсерк но с другой стороны можно взять себя ну блин 2 найти других навыков ван сандре будет непросто найти хотя бы один из них другой я бы хотел лучше блин неподвижный якши очень удобный уклад якши очень веселый можно попробовать найти тот навык который делается до кучи даров про мне очень не понравилось когда я впервые играл измененной версии ракшаса и попытаться сейчас посмотреть на него нам оба навыка нам дали новых окей мы тогда так и остаемся сильнейший удар у него вот так выглядит обрушит ваншеру а землю на себя физический урон вообще ваншера я так наш тепло это название его оружие понятно я просто ваша знаю как такой такой силы системы символ такой даже нас чего что он обозначает исчез на еще в такой же такая же есть такой релик есть play the spire и варжера я просто видел такую на зоне зону на зоне продавали продавали но она выглядит совсем иначе так а второй навык делать вот так несколько ударов потом добивает еще борьба со злом 10 секунд кулдаун трижды обрушивает варжу а землю на себя физический урон при использовании навыка в максимальное количество раз силы ударяет варжеры по земле на себя физический урон при фу при прямой стойке если делаем так то здесь у нас силы обрушит варжу от землю остается точно также но гораздо красочнее здесь же у нас начинает быть вот ой а ее надо зажать что ли не закликивать и зажать да даже не понял при использовании максимальное количество раз нет его надо закликивать все-таки там сейчас как стран как появились не сразу самое еще раз вову блин а капу дожди а как-то закликать то я же охренею с курка так стоп это невозможно это не играбельная хрень я не могу закликать это говно она не закликивается блин кто это придумал блин че за стой как будто бы то ли там надо в какой-то определенный тайминг то ли надо настолько быстро я нажимаю вот быстро достаточно она не получается есть блин ну это так палец устает потому что у курка ход движения у нижнего гораздо больше чем у клавиши какой-нибудь типа атаки обычной а управление а управление можно поменять да блин но если я поменяю себе управление я с ума сойду потом типа это надо прибыть надо запомнить прям привыкнуть если поставлю себе на игрек взаимодействие на рт ну будет такая что проще наверное прожимать но просто у курка я говорю у него ход большой очень тебе там конечно ход срабатывали те гораздо меньше но тебе ты не можешь так быстро на курок нажимать и отпускать его десяток раз как как здесь требуется вот так клавиши конечно проще простого но блин это же так неудобно это вам не продумано под гимпант немножечко и тут мне теперь надо револить на рт да можно за 15 за 1640 купить себе 15 хп это вполне приятная сделка на самом деле так и водяной череп мы обменяем себе на волка обменять я говорю а рт это теперь меня будет постоянно это пудамец сейчас весь за век так вам букву меч внутреннее слово перчатки воина лук все это нам мимо еще ролл делаем давайте купим подарок например понятно вот это в принципе можно это на свап на череп силы ритуально оружие дает на свап приятный эффект весьма можно как временный вариант взять себе в принципе вместо допустим вот это паркета с вас за какое-то время побегать из нее не особо меня нужно на комнатах работает на босса будет так себе конечно и на это нам не хватает денег кстати и не хватает пол даже если мы разбираем дать даже если мы разбираем коробку на все не хватает денег можно развивать каш предмет в итоге какой-нибудь либо вот это либо вот это но фамилия сокровища уберет это уберет месть а нет месть не уберется это давайте вот эту базу разберем принципе тоже 15 мне пригодится реально брать с собой консенсию то я над не буду хотя хотя можно мнение нибудь давайте побегаем с грифоном просто нас не намного меньше а здесь был предмет церя мы с собой его возьмем я чуть не обратил него внимание может было его разобрать в принципе в любом случае вазу бы скинул тоже поэтому не так страшно но хрен с ним просто с грифоном я бегу гораздо меньше и в принципе с ним редко бегаю да и с архидемоном я порой бывает все-таки играю поэт пришел немножечко наоборот делать другую консенсию брать ой окей хрен с ним так ну поехали блин этот налог чесноряв все равно выглядит менее интересно чем кулак якши который просто такой пац и убил он делает много ударов но они типа 300 по 500 я честно я лучше один раз на 10000 ударю блин стоп с ним же удар души не работает ни хрена точняк с ним все еще работает нормально станическое давление на удар души не работает удар души работа на первую атаку только и потом все блин есть найдем еще одну еще одну ждицу храма можно будет принц еще раз поменять навыки зато так побегом посмотрим на все навыки из его предлагаемых но честно даже без учета вот того что нас не работает та белка все но он как будто бы ну хотелось бы больше увидеть словно прям на невысокий он так это у нас хилка можно взять вместо вот этого допустим что каждого дар по отдельности типа он совсем слабенький и даже в сумме их там десяток набирается но не прям дофига дамажит у типа ну скажите мне что там 10 тысяч было ну или хотя бы 5000 там последний удар правда не видно было насколько на дамажил но как будто бы навык юз гораздо тяжелее у него при этом куда он меньше чем у кулака кстати но четко счет как-то не очень убедительно смотрелась сейчас так давайте еще раз два два раза два раза на два раза науки прошло свои чтобы идти сюда со стойки вот так оглушаем этот готов ай-ай-ай-ай тихо-тихо-тихо так вот этот говнюк мелко остался на через ничего не попал ни хрена эта штука на 2000 бьет тоже как будто бы слабее чем просто кулак там кулак надо было заряжать блин кулак лучшая лучшая девочка он тот тот сетап навыков который принц меня был ваша поблизости которая била по огромной области очень комфортный на комнатах особенно работала замечательно ой-ой-ой-ой-ой-ой блин а у меня сейчас я приключенцы будут между прочим скоро окей снёс спасибо хоть она не отражает эти выстрелы это так и точнее это не выстрелы не видно но мало ли так тут у меня был сундук сундук я уже открыл но погнали тогда на приключение 118 хп честно как-то много я потерял процессе больше чем хотелось бы гораздо ой не то так рт так давайте на водяной череп сначала соса по залетаем стрета череп силу тоже на него swap дает нам эффект соответствующий 21 нифига себе огонек ой блин да хорош все бей вот так сейчас а его не пускает грифон лол нифига себе он застопил его хорошо не не стоило так жадничать я чувствую покеря успел сбить хотя бы эту вынес так этот этот рывок свой сделает нет отходим от огня прерываем и выносим красиво вынесли под конец так хиляемся хиляемся может еще что-то выпадет здесь нет так лего магище мне не нужно но остальные могли пригодиться ох нифига там так ну там точно надо будет брать хозяин я думаю точнее сбрасывать его разбирать потому что это много костей это гораздо больше даст нам чем со унеси его этого мы дружище разбираем это замечательно и как раз таки у меня есть сейчас целый путь а стоп мы не потеряемся больше все этот алтарь до конца накачал ну давай 103 качаем может быть мы сегодня раскачаем тоже фул алтарь и мне кажется костей предостаточно у нас уже раскачет полностью 2 алтарь остается только один 150 костей он мой меня прошла стра переклинил я почему-то все это время думал что второй алтарь дает 150 хп он 150 костей требует на дает то 100 хп они 150 не за почему я все это время практически думал что он дает по 50 поэтому что с база базовая хп плюс тупо собранный 2 алтарь дают тебе 300 в сумме и из-за этого меня в прошлой серии ты делал немного я думал типа куда моё хп подевалась меня что на алтарь прокачан вот стоп дает они ставить подбай такой знаете как-то переклини ты думаешь постоянно именно как-то неправильно да так что елы палы все равно поражалась отстойно блин слушать этот навык вроде его теперь можно юзать но он такой неудобный ради него приходится менять управление потому что на курке реально мне на геймпаде по крайней рейс боксовском от xbox план у меня контролер вообще не поражать адекватно очень неудобно и даже так даже так он не прожимается как я не знаю я закликиваю как могу то ли надо какой-то определенный тайминг есть ты где-то там окошко какой-то пройдет это не самый не в ритм условный то ли что-то еще такое ну чертова поймет я всегда кликаю достаточно быстро и примерно собой скоростью по ощущениям не знаю прям очень обидно вылить этим навыкам лучше бы сделали чтобы вы просто например либо чтобы достаточно было знаете как бывает в игре делают что есть надо что-то закликивать то просто есть ты кликаешь там раз в секунду например да хотя надо там условно говоря раз там пять раз в секунду по всему эти засчитывает всех ну как будто ты кликаешь полностью когда целостно понимать там нажал три раза на атаку тебя бывает даже такое что тоже перестал двигать а так продолжается защиты как на 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 потом ну либо просто пока ты закликиваешь хоть как-то он учитывает себе все клики а тут надо буквально вот чтобы она работала тебе надо кликать 10 раз в секунду это же какая-то ересь это даже если понятно что можно там посмотреть кого там приложение скорость кликов и так далее но эти приложения все объективная штука потому что в реальной ситуации не будешь ликать такой скоростью к с которой можешь там обеспечить такие вот именно ситуациях живых не говоря о том что постоянно делать этот прям мягко говоря задолбаешься а тут еще и что-то не не выходит вообще но лучше все было бы вариант решения то если просто зажимаешь и он у тебя закликивает собственно как сделано у некоторых черепов с автоатакой почему это не сделали всем чипом большой вопрос на самом деле еще потому что то всем напрашиваются типа мечи пока там тоже неудобно просто во первых ты не можешь реализовать всю свою скорость таки тебе реально утыкается твоя эффективность 100 насколько быстро ты можешь кликать с каким-то макроса будет для тебя читерство потому что я дадут возможность который ты не можешь называть сам по себе на самом деле и тут тоже мне кажется было гораздо лучше если то опять один удар вроде мне по цели попадать ведь не надо вот теперь несколько ударов как как пойдет получается не знаю полный отстой блин очень обидно я прям хотел с тем налогом побегать тоже это у нас приспользоваться дает тебя автоатаки критические не хочу мы автоатаком мало пользуемся ел и пал есть черный стальной кинжал вор и он мне не подойдет цитилип что наш шанс к там каже зальет много но он не зальет много потому что мы его не набираем просто мы делаем мало удара почки возьмем себе вот это например к зверях рыбан рыбан повышает скорость призят когда мы стоим около него взять его и просто навыками лупить как не в себя давайте возьмем может быть грифона разберем подошел бы мне в принципе еще тотем который дает нам огора по моему дам который дает резист своей области тоже мы были пром прям неубиваем и под ним ну а черт элитно именно не все как найдем эту самую как найдем жрицу храма я я меняю свои навыки я хочу точно убрать в идеале постараться даже хрен с ним что надо убрать обязательно чтобы нас было скажем так один один навык кулак и второй навык один из двух оставшихся нормальных без вот этой дурацкой зарядки нерабочий что она просто 5 колесо над используется но очень слабенько блин еще и урон идет после того как она даже скисла все равно урон проходит от нее один из немногих таких врагов окей снес хотя бы этот не появится хоть что-то хорошо опять та же самая фигня 5 приходится отходить здесь он неудобно заспавлился мне атака такая медленная что я не успеваю зайти в воздухе ударить по нему 46 здоровья блин хп просто на самом деле кит эмоциональный качели шатаю туда-сюда то его целая куча то он уберет и резко заканчивается вот сейчас очень плохая ситуация на плане потому что впереди у меня будет скоро босс я же перед ним ни хрена не отхиляются а тут и в комнатах есть проблемы определенные на счет того чел нельзя отпускать 31 ни хрена смещу бьют меня что-то хернула а это месть меня хернула какую часть хп восстановили себе то хорошо снес его окей здесь промахнулся тоже так там щелики взрываются еще хиляемся немножко так впереди у нас что впереди у нас босс уже боссу приходим с очень маленьким здоровьем что это такое блин из-за экрана говно прилетают ты тресни эти бутылки чертовы так выруби просто его как же доставляет проблем этот навык который просто не работает его юзаешь на полагаешься он урон не наносит нифига вообще ох ты пипец дайте мне флягу сейчас исцеление из децелс пожалуйста что-нибудь хиляющее нет ни предмет вообще может здесь будет чем полезно не будет полезного да прям такого хорошего подходящего но если это взять себе вместо не знаю мне клык вампира есть но он сейчас уже ничего не сделает нам на босса на боссе он может подхилить чуть-чуть но мало там врагов очень дадут ли нам больше импакта черные стальные кинжалы вора я сомневаюсь если честно давайте идите на босса короче очень плохая ситуация прям я не знаю насколько хорош якша был с другими навыками настолько вот этот меня отстойно просто дело в том что во первых реально типа без неё может быть даже было бы лучше тупо лишь на нее рассчитываешь полагаешься они дают ничего просто пятое колесо там прям юзаешь сразу же лучше огромный урон по области огромный в том числе нет никаких проблем абсолютно вот опять не заюзалась ни хрена опять не заюзалась опять не заюзалась опять не заюзалась я не знаю как это работает но он реально не работает но просто не работает хоть и треснет взят навык отлично прикиньте я бы все это кулаками била нормальными своими вот этими мы вот это вот дурацкий важный какой-то непонятный нерабочий и подходим так и глушай не знаю я как этим пользоваться то я не нажимаю другие киты клавиши она просто только на y нажимаю во всем не работает дело как будто бы может не в этом самом все-таки не в чистоте поражать а в чем-то еще но там типа ну вроде бы нет никакого ритма тоже я когда получался также беспорядочно прожимал на очень странная фигня конечно нет отходим на посту шарики самое страшное самом деле так много да и науком подряд спамлю прям конечно силу потому что мы замедляем без конца мы не даем химере вообще ничего сделать толком мы просто реально держим боссов постоянном замедлении адском нет пересборка улетела блин я ненавижу это настолько отвратительное говнище этот навык просто дико обидно он просто все нам заруинил но будь здесь хоть какой-то другой навык но было бы просто намного лучше он такой мусорный он просто не работ я не знаю что с ним за отстой такой прям очень я не люблю сыграть надой тоже 7 минут галате постоянно сопровождает я хочу поменять всю малину просто портит так сверечь этот урон от стрелы нам не подходит это нам тоже ну просто разбираем значит получаем 15 хп минус пересборка надо теперь значит в таком случае может быть взять себе супер ребенка чтобы хотя бы вылечить себя свое здоровье чко брать себе резалку я не очень хочу труса не знаю можно принц трус он дешевый но он кусок экрана перекрывает не очень приятно для видоса с другой стороны я замедляю врага постоянно получил урон в труса например да мы замедляем его мы под бафом находимся все такое чередуем свои навыки носит хороший ром по боссу том числе здесь 5 здесь 5 здесь 4 это 14 надо потратить нереально дачу дешевое брать давайте ландовать трус возьмем принципе а тут тогда наверное безмолвные крики сны а нет надо сначала что другое что-то дороже ну а нужен хрен с ним на и удар души работает плохо но тут ладно уже но основная проблема в том что просто сам навык он не дамажит нас просто бой за этого был бы там любой другой он бы закончился уже к тому моменту но я хорошо сражался хорошо держался в конце там все-таки он меня за 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 тяну как ты снял всех его моментально не получилось там не местью отхиляться ничего такого еще блин но якшу с нормальным навыкам прям приятно ощущается особенно если ты на каме тимис по мишу такая у тебя есть там бесконечный костясть найти например да есть у тебя есть безмолвные крики те же тут и прям боссу вообще не даешь ничего сделать это очень сильно ощущается наша задача этаж если мы найдем себе этих самых как его найдешь из жрицу храма то мы наверное победим причем может быть даже будем со скалом не знаю посмотрим есть не найдем мы даже императора не затащим наверное мы на героя охрене ему же с большей долей вероятности это навык единственная сила его в том что у него маленький кулдаун и не юзу его до конца я всему юзу юзу смогу его часто и часто соответственно замедлять но все же что другое было бы лучше также еще мне из важных задач на этаж это найти себе предметы потому что у меня нихрена предметы не набраны понятно понятно он просто не работает я не знаю чем проблема зажать нельзя закликивать не работает тоже так это все не хочу все здесь что-то как-то не такое прям сильная чашка роскошного чая парализует врагов при накоплении силы но мне нет накопления сил у меня накопление силу только у кулака моего того было да и там есть замедление как бы она просто тебя про параличный не нужно особо давайте может быть за золотом сходим меня в принципе сокровище все еще собрано мне надо буквально 23 косточки мы соберем до конца алтарь может как черепсилку не найти себе прокачать его до уника если будет что-то другое до альтернатива как вариант типа тот же минотавр например хорошо подошел бы целом я даже не знаю что мне просто юз из-за того что мне одна кнопка отстойная ходим так замедляем всех вырубаем как это кумарин когда тебе на просто каждые пять секунд это тебе вот так вот мешает и бесит и выглядит очень топорно даже надо себе сокровища найти короче этих самых как его костей и постараться предметы поменять себе у нас целая куча все еще промежуточных весьма забег могут быть гораздо сильнее с ними давай и добил девочка небольшая здесь уже большой шанс найти кита прям прям сильные вещи в комнатах предметным просто магазине само собой тоже поэтому лучше идти нам будет в идеале по предметам сейчас зайти решил в том числе золотом потому что выбора особо не было там на кость не хотелось так аскет кстати череп силы между прочим я у с неюзимостью можно взять всего себе да давайте пускай будет так к пашка критский бык можно поправить почек очередной раз есть суккуб кстати говоря может бы стоило бы взять суккуба с другой стороны мне очень нравится так вот быстро придет к нам как мы прям вообще нереально уничтожаем есть навыки нормальные были бы мутант так этому ролям допустим блин а можно мне хорошие предметы в магазине вот почти ничего мне подходящего нормального не встречаются вообще в этом забеге посох и фрила защита лутру слива мастера еще ролл защита спереди такое давайте это купим тоже так себе но это в половине времени дает только баф лишь это это его не всегда активирую мне кажется вот эти два предмета на смену это на смену это под вопросом это можно поменять принцип вот это на смену в первую очередь том числе она подкидывает по потом не пригодится очень много надо найти вкусняшек каких надеюсь что сейчас с принц предмету сундуков будет прям хорошая валить если много принципа ним бегать то одну-две леги за этот этаж точно может залутать ауч еще очень сильно путаюсь конечно управление потому что привык одно нажимать и тут в итоге ты меняешь одну клавишу как бы да ну чаешь в этом итоге за этого путаться со всеми нажали кнопочку не знаю зачем очищение хотя можно было с ним подождать так а у этого на что несущийся вепрь бой с быком несущийся вепрь это когда он краски вперед делает такой рывок протаскивается на бежит до цели не самая удобная штучка но в принципе нам больше не думал что будет достать проблем кита так и предметы теперь надеюсь что таких кого будет реально много еще приключен может быть стоило в магазине поделяться кстати говоря как-то про это увлекся и деньги это самое ауч забыл про это могло пригодиться вполне пащий трус прям вообще не успает открыть в итоге он нам не дает неуязвимости экран постоянно перекрыт что регулярно хват отхватывая штучки один навык на лт просто 2 вообще в другом месте находится у меня так давайте оглушение короче все я не знаю сколько раз он у меня не сработал и сколько раз получилось прожать его до конца и кажется со отношением мягко говоря неприятная так полечились немножко пожалуйста дайте мне раз другого варианта поменять себе навыки вообще нет никакого только от них дать жрицу храма шанс на нее в принципе нормальный богоубийство гривы рыжего коня здесь какая-то все еще фигня попадает на самом деле я не знаю легалка за окном так есть нпс пожалуйста жрица 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 это рыцарь зараза это не жрица нихрена вот я слабился на этот череп блин и за то что у меня кнопки непривычные я прожимаю постоянно на рты у меня в итоге второй навык не используется я из этого гриба его намного больше принадлась что раз этот навык все не работает раздела не в скорости прожать давайте поменяемся и он и рт поставим и подумал об этом хотя в этом плане буду душиться но буквально все все малину портит эта штука так давайте с тобой подожди подождем немножко она долго взрывалась 198 здоровья очищаем так тут у нас золото просто снова такси конечно золото не тип нас функции сокровища золото не настолько много потому что нас нет предметов толком те которые повышают золото именно накоплений нас там есть только золото собственно из этого она хотя монетка что же есть не знаю ну как буду не ощущает что у меня дофига золото как-то валит так и на приключенца очень странный забег 109 хп и это у нас лучница я такой думал хоть бы не лучше хоть вы здесь меня хотя бы не засадили засадили зараза это будет большая проблема возможно что я к ней подойду и нам будет мы здесь будем только так огребать пить уже как же нормально прожать то окей отошел вовремя нет-нет-нет давайте в стойку наверное блин этот навык даже если полностью прожать он менее эффективный чем остальное но его полностью не прожать слушайте мы лучницу убили вообще без потери хп кто мог подумать а забег каких-то контрастов реально берсерк берсерком можно бапать себе бап переносить на второй череп но вряд ли я все-таки это буду делать и она в останусь со своим все-таки черепом потому что он дает неюзимы все-таки так или иначе на него сапаешься получаешь щиты и потом получаешь себе еще возможность в науках некоторые им порождать нанести какой-то небольшой но тем не менее урон и при этом не проштрафиться за это так все у нас алтари прокачаны полностью понял нам пришлось падать чтобы не попался под подвыстрелы окей хорошо протащился у меня даже грешное дело у меня заигрывалась в голове мысль типа может быть стоило перезаписать ту серийку чтобы она нормально было что-то чтобы я так не душился сделать себе с нормальным навыком прям посвятить этому время но это будет уже не те эмоции не будет такого впечатления будет такого удивления тому что якши настолько все-таки хорош сейчас настолько достойный и так далее играет в модах опции блин стоп погоди-ка нет ли в моде опции реально себе взять нормальные навыки вопрос что посмотреть на них хотя бы я же могу себе считайте яму конечно бесконечное количество костей получается на наверсти сильно я же могу себе выдать череп якши просто и тем самым поменять себе навыки типо я что-то нелегитимно это как ну типа пытаться имитировать себе эффект как если у мне выпала жрица храма сровня кости особо не нужны больше череп себе 2 до конца не докачивать мы от костей никак не скелимся что у меня их там 0 что у меня там 2000 у меня разница не будет никакой есть пороховой меч который от критов но у меня не так много ударов идет чтобы он пропался часто что-то носил хороший урон приносение критического удара вокруг врага появляется стрела смерти но тоже надо много критов именно делать там все это не подходит смотрите что я могу сделать я же могу себе взять просто выдать череп надеяться что у него будут другие навыки ну как бы можем выдавать сколько угодно получается ведь вот смотрите если допустим себе борьба со злом неподвижная якши у меня что там сейчас а борьба со злом и то есть этот отстой да я хочу себе тот сетап которым я был изначально потому что я себе поменял сетап только за счет только в у это у нас первый стоп поменял только ради контента ради того чтобы было поинтереснее двух якши себе брать не буду наверное вот так вот так а допустим вот те нам которые у меня были изначально хорошо называть звали потестить поэкспериментировал но того что меня будет больше костей мне как бы не горячо не холодно если что опять же нечестно но я хочу поиграть с чем-то блин уж интересно чтобы не перезаписывать и так далее потому что ну прям тот навык какая-то полная полная мусорная хрень я не знаю кто с ним тоже бегал может только у меня он почему-то так не работает не прожимается вопрос 2 здесь когда я такую штуку не понимаю мне потом пишут что ну надо прокликивать много раз это все понятно я и так прокликивала просто термит не за скорости проклика не за чего-то еще такого но это портит все впечатление как хорошо теперь зато насладиться чем-то адекватным так и давайте 9800 мы еще после этажа раскроем себе ведь посильнее этих самых девочка кстати ну поздновато на я пришла конечно но не бесполезно у меня есть что потерять все равно топаем на вот так если взять ему самые два быстро коротких по кулдауну навыка можно прям вот босса вообще измелья не выпускать особенно если им конкретно так порезать кулдаун опять же бесконечная кость была бы в тему реально кстати пожалуйста магазин нужно что-то хорошее есть принципе кираса кстати кираса отвага крепость она повышает физу при получении урона в барьер но на 2 секунды только слабое повышение на самом деле ну хотя бы что-то дает нам это хотя бы не бесполезный предмет пускай будет ролл тут все честно говоря мимо пусть нам не нужны опять же череп брать тоже остальная брони не подходит ролл опять пурга полная прям вообще не то что надо на оглушение из вид конец грозовые облака зашивись призывает одного воинственного духа при получении удара когда воинственных духов до становятся три вместо них вокруг вас появляется пламя кто-то на физический урон врагам повышает физу месяц загадка так у меня где месяц а мне месяц одна здесь 2 золочная да можно ли в каждом месте вот такой мести до загадка будет сокровище все равно не особо вроде не надо сейчас но под большим вопросом далеко не самый желанный предмет конечно для меня потому что ну баф такой типа небольшой че получать урон надо там прок сделать вот не очень прям сильный я конечно буду крепать регулярно не не хочу надо что-то пойти и поинтереснее уж точно можно в принципе кстати говоря взять себе вот эту штуку прикажем что применение навыков на 10 секунд ускорить перезарядка у меня на их принципе сейчас перезарядка неплохо а хотя блин под х рыбаном перезарядка 475 процентов там будет совсем эта капля не надо ролл опа а вот это хорошо а вот это уже достойная штука вот это уже прям сильно это может точно берем себя кость отвага замечательно мы берем себе это вместо наверное сокровище да уже или вместо учебника стратега потому что мне он тоже не особо нравится но эти место учебника стратега сокровище нам даст еще золото какое-то какое-то количество постараемся подкопить может быть в таком случае к последнему магазину там есть шанс на что-то вкусненькое вполне блин надо еще сокровище здесь перелочить кстати говоря на что-нибудь полезное на что вопрос так тут мне невезение могучий удар здесь у меня могучий удар невезение у меня исчезает да да невезение стоит залучить возможно сразу же потому что отсюда на улетит остальные все это там поединок неплохой в принципе невезение может опасаться предмета конечно но есть не пойдет то придется злой ночью его за овер дофига денег мне бы не хотел сдавать пускай будет сразу же будем вместо монетка что другой себе искать тогда быстрее так сверху нпс и будет очень хорошо с полета слизень кстати говоря это сразу мы разбираем пачку всего и получаем почти гарантированно желанный предмет но что-то не попался предмет знамения потому что его я не захочу брать точно ну тут просто из-за дебафа вместе теперь уж такие малютки сундуки попадаются столько золотом но тем менее что-то тоже дают это слизень так если это как он с предметом или с чем другим есть комнат с предметом там и скидываем предмет знамения дальше продаем все остальное ненужное по любому получаем в итоге как что-то хорошее для себя хоть бы это было кому-то с предметом не чем-то еще таким отстойным пожалуйста пустите это золото с раз обидно так ну разбираем значит два вот этих да в идеале надеется чтоб нам дали стрелу избранные охотницы наверное в принципе кость храбрости было бы хорошо топор великану на 5050 у меня месте не будет кстати блин а месть это не будет но месть может быть найдем еще не знаю хоть бы не последний рассвет но если его выдаст то мы никак на это повлиять собственно не могли своими сбрасываниями даже ну давай летит шарик летит шарик летит шарик быстрее так это в трус он попал топор великана ну одно из самого слабого что мне могло предложить на самом деле мутант 2 не работает ритуальное оружие и так первое было от золотого ножа который получше у нас зато теперь прислапит двойной удар такой настолько ли он силен мы не так часто слабаемся ночи стрелять отстой например для меня откровенно говоря хотелось бы что-то получше свап на этот череп типа ну не очень много дает дамага прям не так много смысла имеет туда-сюда так прыгать навыки свои ротировать а и кстати если мы спрыгиваем с якши у него сбрасывается шкала но надо заново полностью заряжать буквально неприятно той желательно с якши свап от столько есть ты без шкалы в принципе если они набраны например где-нибудь там не знаю не с навыки на кулдауне у телеве и у тебя шкалы нет и ты хотя навыки на куда он таком случае не будет когда ты выходишь из зоны что них отдельный кулдауны не знаю в общем так рука славы это хорошо это уж сильно это поединок это реликвия которая в принципе можно было бы залочить вместо месте но не знаю есть каждого полезнее гораздо 315 здоровья все еще маловато на самом деле я здорово себя особо никак не выращу резистов я тоже не наберу меня все еще остается предмет знамения который под вопросом стоит того или нет он каждый хорошим оттену блин повышение урона и все-таки за слот но сейчас у меня поможет будет да сейчас впереди уже будет самый босс или по всему да у меня 6000 золота плюс еще здесь какая-то награда с комнаты и предмет какой-то с босса получим очень надеюсь что там будет легендарка странно что на этаже мы особо ничего такого не нашли легендарного хотя бы рука слава была рука славы это дает целую пачку физы 120 партнеров у меня физы сейчас 1170 партнеров но могло быть гораздо больше на самом деле 99 таков у стрелы к слову у меня помимо пизы у меня еще шанс крита с крит уроном есть неплохие и в эти самые как его она это у меня сейчас виза с учетом титанического давления в процессе она у меня так-то меньше значительно но мы ее еще и подкачаем во первых во вторых у меня есть например тоже кость силы которая статок не отображается дает письма ощутимый множитель так ну поехали ах ты падла и здесь я уже не достаю кстати да тут можно свапнуться на себя например вот так поделать некоторое время захвата эти теперь якшей ко второму бежим так стойка зарядилась давайте используем где-нибудь по центру так так ладно бежим к этому на 6000 теперь в эту сторону сломали одну так ко мне ко мне летит луч лазер не успели разбить но ничего страшного а ну сейчас надо сватнуться обратно якшу надо зайти себе стойку они смотрите козы а стойка осталась у меня я считал что у меня была заряженная фул стойка я сватнулся вот так удачи провинции и когда я вернулся у меня стойки не было ну шкалы точнее нет она есть все нормально не на меня переглючил значит немножко все сохраняется 2 стас якши краски залезим бой постараемся вторую фазу красиво разобрать прям вот агрессивно рядом с ней держась и поехала жары жара вот так якши скипает и уанну но не в прямом смысле а в переносном зато будь здоров как блин двойная мудрость а в прошлый раз была двойная физа вроде бы да когда нужна была мудрость неподходящий предмет к сожалению и тут честно я все так себе можно взять воинственного духа это хотя бы на месте крепость реликвия мне это не очень интересно ну наверно берем себе эту штуку вместо соответственно чего вместо секиры потому что сейчас все что дает ассор правил физы и удар при свапе и все меч дает хотя бы 70 процентов визы смогусь я не так часто наверное да эта штучка все-таки дает мне щиты хотя щиты ненадолго но она дает 4 в том числе тогда когда мы не в стойке то что стойки меня и так редко бьют поскольку мы просто замедляем врага тела пускай будет так допустим не знаю качаем удар души качаем титаническое давление все мы завалились по полной программе и идем в последний магазин деньги есть принципе на два предмета если без реролов если рерольнуть то но мы еще продадим один предмет получается да помни хватит на два предмета страну скорее всего но можно ровнуть и она хотя есть я два предмета покупают и я два предмета и продаю своих тогда может быть и хватит штамм предмета по 4000 с копейками сама за реролл свап стоит сам как в роли до косарь где-то но сейчас посмотрим чтобы предлагаться а здесь здесь мы оставляем все как есть котика кормим коробка принца отвага реликвия ну на сапога не соберется до конца реликвия наверное тоже не особо эта штука вообще дала бы мне на самом деле так 35 55 хп и 30 процентов физиков и физы можно найти на сан что-то покруче с хп-шкой глоба сердца аскета мифриловая защита все такое себя гарант криты есть а предметы по три тысячи кстати верят и лего судя по всему 4000 стоит да а кстати не самый плохой вариант 50 процент физико-магического урона загадку даст поединок правда не нужен поединок у меня где еще поединок здесь и поединок а поединок у руки славы поединок останется у меня точно на втором уровне скорее всего четвертым и блин а кстати говоря что если себе 4 золочить но вместо чего тогда шанс крита себе на 15 процентов понижать и 30 физы сверху ради 30 процент сверху множителя в принципе имеет смысл с другой стороны у нас тогда поединок будет за за на раскрыт тем самым как его мы не получим яблоко получим поединок раскрытый яблоко может быть лучше может это стоит взять себе несгибаемую волю и все и просто вот подожди а ритуальное оружие разберется есть я вместо этого беру здесь отвага а вместо чего брать то тогда кстати тут месть здесь крит урон тут ритуальное оружие разбирайтесь мы убираем топор великана мы теряем физы 85 процентов так то получаем 50 вам обраточку получаем загадку получаем прок теряем мутанта кстати хотя он не сильно нужен здесь у нас вместе здесь у нас отвага от мага это множите и плюс еще это щиты если это скинуть и залочь себя от магу вместо шанса крита принципе с другой стороны архитекторской кираса так ну не бесполезная ведь а нормально работает нормально дает счетов насколько немного депут под вопросом блин не знаю тяжело сказать так то мне кажется все таки это не тот предмет который стоит шебуршить наше наше добро давайте ролл есть найдем что-то крутое будет хорошо есть нет тогда идем с тем что имеется общем-то я думаю тролли мы не берем ну и тут по-моему все тоже мимо последний ролл глушак маны были на магию прям навалили сегодня много вкусняшек серьезно но физу маловато золотая курильня слишком поздно залечки но но беремся жетон и идем с тем что есть значит 325 хв у меня к сожалению так уж много статы средние предметы такие знаете которые не сильные но при этом они закомбинированы так что ты хоть что-то из этого вытаскиваешь и она вот трудно это заменить резко на одно что-то конкретно тебя надо комплексно менять либо либо на какие-то предметы которые дают те же сеты плюс минус вот так получилось то что ритуальное оружие у меня вот дает 45 процентов кизы его дают мне два предмета которые оба такие себе ну типа золотой на ваш 50 фити ладно это уже послабее среднего его скинуть как бы с учетом сета он дает много но был бы другой предмет который хороший и с этим сетом он был бы вообще мега топчик его нет итоге получается выбрать здесь что скинуть очень-очень тяжело но не знаю тут я пока не понимаю перспектива забеги на забега на скала мы ту же ивану снесли на второй фазе очень быстро очень жестко было с каждым ударом там все сильнее и сильнее просто причем калдауна мы идеально успевали отбрасываться все я буквально бью ногой причем я постоянно еще триггерил что на гасточка быстро срабатывает я тормозил с использованием руки своей с кулака ауч оглушаем на кулаком на 8900 там чё-то еще попытался ударить вот так так слушайте но мы не дали ему даже ульту свою поражать на этой фазе блин ну якша прям контраст как он хорош с этими навыками как он плох вот с тем с тем одним когда у него один из слотов на тот но если бы тот работал навык он был бы типа если бы он работал он был бы просто чуть слабее этих по ощущениям а вот с тем как она есть тут конечно разница большая на 18800 на 9900 так отбегаем на еще 9000 и еще 14000 ему реально легко впендюривать нормальные числа урона вот серьезно а пока ты заряжаешь стойку можно даже спокойно не попадать по врагу в принципе это необязательно зараза попался нехорошо жак на 23000 жак еще не успел чуть-чуть как он просто уничтожает как он охрененен были серьезно такая противоречивая серия мне очень грустно мне 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 в первую очень грустно когда вот так задушиваюсь я сам от чего-то а тут в противовес зато такой мега кайф ну интереснее конечно получилось не знаю что со скалом будет в таком случае просто у него по-любому есть фаза неуязвимости где он бьет целую кучу раз ее не скиплю не скипнешь вроде бы особо так но он типа в нее автоматически ходит ну разве что и не нашел тут его очень сильно но такой вряд ли получится тут не такие чисто урона что там как самурай бил при этом с трусом на скале не будет видно ни хрена будет тяжело его возможно поймать просто под свои атаки под свое замедление мне кажется император улучшить и вот будь у меня не слитая пересборка до из-за финальной химере из-за вот такого отстойного стопа в моменте я бы на пошел бы на скала сейчас мне кажется не стоит может просто можно задушиться и весь этот кайфовый потенциал он просто будет себе чувствовать топорно неуклюже абсолютно потому что я не буду за трусом видеть ни хрена мне скала будет трудно поймать в эту не в это замедление свое в итоге урон толком не вольем и будем просто постепенно умирать а может получил бы все хорошо но тут не знаю сказал такая цель которая реально вы даже стебе имбовый хороший забег каких забегов может все равно быть очень противным хотя уж соскучился по ним на самом деле немножко даже хотелось на него слить дай побить тебя нормально блин вот так есть вот так 10000 так навыки закончились свапаемся на тебя отходим и в процессе пытаемся в неуязвимости переждать строков нифига себе в любви вынесли ничуть мне не вообще не смотрел звук а по нормально так я думал что у него где-то половина хп только еще что он скоро уйдет в свою фазу нет снесли неплохо так при этом я сам потерял помни так уж много здоровья кстати но что быть на втором фазе когда у него рука находится высоко для меня я не знаю что я метр скепки я могу не достать оглушил вовремя вырубил луч попал сейчас я тут на нахватаю этих бомбочек мелких нифига не видно а на принципе я пока не так много потерял здоровья кстати говоря за счет труса в том числе конечно и за а за счет мести еще вместе да то что что там видно когда по себе в клюху прилетает когда не прилетает у нее нифига не видно было что вот мы же в меня фиолетовым зарядить хотел ай так это луч медленно идущий нас ломать руку уже будет комфортнее гораздо что не надо судить за двумя щитами 1 17000 нет 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 чертовы эти мины липучие как попасть рука высоко а учу так раз так у вас так зарядили используем научка уч так вас почти на все финальная фаза дошли до нее наконец на на этой части будет еще не финальная паза так как это не это не тот самый окей подожди я отойду чудовик много накидал это я вот луча как раз волны вот это опасался и ждал ее когда был далеко от него такс аккуратно аккуратно отклоняемся все еще можно легко обосраться чтоб не один случайно свопался а уж так вы хотя бы тернулся а стойки нет а я походу стойку активировал и свопнулся да у меня у меня полу до этого же такое бывало несколько раз вот скорее всего из-за этого у меня пропадала шкала а я не замечал что стойку заюзывал все стойка пошел урон тридцать одна пища нормально вот этот удар на самом деле реально слабенький но он очень комфортный но который по земле топает и по большой области он на комнатах хорошо работает на боссах просто он быстрый и за счет безмолвных пиков сбрасывает куда он основного нашего навыка но кулак якши вот он реально просто всю дури зрогов убивает такими смачными хорошими пичками отлично раскрывается в том числе с ударом души хотя не всегда он у меня по ним находит то что я будет навыки подряд с пользу другом порядке но то ладно такс начинаем свою роско стоп очку 6400 не очень сильно вроде бы да а вот так тебе 33000 блин но якши я не знаю мне он понравился реально вот реально кайфово побегать но именно вот с этими навыками ну тот навык который бил по земле в принципе да вперед он тоже нормально абсолютно как они подвижные якши неподвижные якши манику да он имеет самый маленький помда там не помню то по восемь секунд было а может и мечта может нам 6 было не уверен точно но до 33000 максимальная тычка но он эти пички очень легко вы выкашивал не могу сказать здесь полностью упор был чистый урон и как бы не предметы далеко не самые идеальные то есть тут и выживаемость неплохая была все все дела но вот реально у него один навык есть который мусорный абсолютно который если у себя есть он сильно он и мало тоже сам по себе не дамажит он отвлекает постоянно путает себя ты пытаешься прожимать он то не срабатывает у реально путаешься дико просто а вот с кулаком на второй слот что угодно с безмолвными криками просто просто кайф как приятно такие пички выдавать и он просто вот их подряд юзает в итоге урон который носит итоговый дпс очень даже достойно и иоанна принципе это показала красно не получилось раскрыть то все в принципе на на скале тоже на императоре где-то в процессе частично тоже получалось странный какой-то брензовик был я говорю когда я так задушиваюсь и долгое время о чем-то говорю из-за того что он постоянно сопровождает на молчать об этом тяжело мне потом в комментах сразу же негатив предъявляют за это и так далее но я первый кому это больше не нравится но при этом абсолютно молчать об этом невозможно что это мешает себе доставляет дискомфорт просто каждый каждую секунду буквально зато насколько кайфово вот эти его навыки да якши сейчас надо сказать что мне кажется все не забегал гнил то есть он здесь с учетом забега он хороший череп сам по себе то здесь не из-за забега он им бывал так а в целом мне кажется он будет примерно такой результат давать весьма стабильно то есть наверное где-то ватир уверенно мог бы встать мне кажется таком случае потому что вот это замедление когда он область во-первых огромного вторых замедление при каждом навыке она реально ты как будто под постоянно хочешь со подлегой ассасина вот вот ощущение такую ты своих навыков прям целую кучу прожимаешь при этом даже если ты отхватишься сигаря без предмета знамения у него урон входящий был бы считаете 80 процентов умножить на 0,7 то есть от 8 там где ну не знаю там 06 входящий урон был бы можно чуть меньше около того без знамений если вот в этой стойке череп силы плюс 3 сверху еще очень достойно я удивлен впечатленным весьма можно сыграть ребят будет за пирата не знаю с кими навыками над советскими я бегал последний раз я помню что там были у него какие там он типа на играет от ядер но с кими навыками я больше бегал с каким меньше я не помню а так ребят на сегодня все подписано сам пораз мне будет очень приятно пишется касаемо якши касаемого на в том числе какие у вас причине того кого как он себя чувствует после всех этих реворков на текущей версии игры соответственно меня прям приятно удивил вот серьезно я думал что он будет послабее заметно слабее но тут замедление как он чередует навыки с хорошим достойным уроном прям приятные эффекты визуальные в том числе хороший череп сейчас реально достойный вступать на сердце корте в группу пока оставляйте комментарии оценить видео само собой а я желаю всем хорошего настроения такого же дня всем удачи ребят новых встреч все кусь-кусь и всем пока пока